следующий видос тоже случай из моей личной практики вот значит были периоды когда у меня дохли уфилии вот реально просто вот я замечаю что дохнуты уфилии чего за фигня вообще непонятно то есть периодически все зашибись начали потом как-то раз моменты и дохнуты уфилии по тестам все хорошо я начал изучать тему чего не хватает и уфилии нашел австралийцев данные там что для и уфилии хорошо чтобы карбонатная жесткость было 8385 в этих параметрах типа это вот самая хорошая карбонат к для содержания уфилии лучше вообще там ближе к девяточки даже как практика показала держу херак периодически облезло херак периодически облезло знаю на основе своего опыта что это возможно фосфат держу фосфат фосфат в норме не дозирую ничего такого резкого ничего не делаю все стабильненько нормально периодически облетают уфилии и уфилии у меня стоят значит одна поляна с хаммерами по центру поляна да с хаммерами и икрой до икра хаммеры так они вот одни и вторые рядом были и потом вторая половина торчи ну смысле факель идти могут сдохнуть и другие не дохли только мои там холли грейл и голды которые у меня постоянно росли там пять лет там постоянно головы резал продавал они не заканчивались вот они только не дохли все которые новенькие такие более чувствительные каким-то странностям дохли вот раз сдохла раз туда ё-моё думаю что за хрень людям продаю ну как у тебя то нормально все у меня дохнуть беда какая-то думаю что с ним этим тварям не хватает вот какие у вас мысли вот ну что вот вот все четко то есть все с параметрами нормально и потом оказалось что все нормально ничего не нашел в параметрах вообще ничего соленость все зашибись точно так же как всегда там подмены воды периодически этом побыстрее то медленно ничего не меняется дохнут блять и уфилии всего вот давайте вашей версии пока я вам не дал разгадку вот что может быть вот а потом блять я выявил некую закономерность с помпами джибао помпы джибао как вы знаете засоряются периодически перестают работать то есть они плохо дуют через буквально месяц после того как ты ее помыл она уже херачит где-то процентов на там 60 от своей мощности потом еще через там полмесяца или через два месяца она уже работает процентов на 30 всего лишь то есть у меня они всегда стояли мощные то есть пятнашка начиналась там буквально с третьей там скорости ну там их много этих 12 по-моему огоньков этих я не считал мне похеру там буквально два-три два нет стоп даже с первой скорости начиналась то есть представьте я убирал когда помою помпу убирал до первой скорости один огонек у меня горел этой мощности и потом в итоге когда она у меня засорялась а где-то месяца через три я ее разгонял до полной даже через два она уже у меня на всю херачила то есть больше 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 накручиваем ну иногда так забивал ну как кораллы видно колышутся ну колышутся потом оказалось что эуфилии у меня стоят плотничком и между ними просто застой воды эти сраные помпы просто тупо не раскачивают ни хера в между ними блин и все так вот я выявил закономерность как только я помою помпы где-то месяца полтора все зашибись и увелись и с эуфилиями потом если я хер забил на эти помпы ну дует там как-нибудь и ничего там этим лпсом надо эуфилии начинают облазить то есть гнить понимаете вот какая херня вот вам еще одна причина течение той же банальная тупость просто вот ну выгоды такие знаете вроде не подумаешь но настолько элементарно а ты сидишь и думаешь были что тесты осипе тесты как куда чего еще начинаешь сложным на самом деле сука через месяца три только я въехал что это за херня за такая когда несколько даже больше наверно какой там они же у меня тут дохнут потом все зажигеть когда я помыл помпу а вот опять начинают как-то в какой-то момент то кто думал что такое опять что-то случилось опять начинаю мониторить это просто помпа перестала дуть нормально перестала проветривать все это дело потому что у меня их там навалено было горы там по 50 голов в лет стояло в одной куче в другой по 50 голов они просто в ней проветриваются друг между другом блин стоят там я уже думал может они жгут друг друг уже как-то отодвигал думаю сука один торч другого жег может они как-то тот из австралии тот из индонезии всякие версии были потом когда налаживается течение вообще становится насрать откуда они из индонезии или из австралии они все прекрасно живут растут и все с ними чудесно вот еще одна ошибка запоминайте вот такие вот случаи бывают банальные